ПЕСНЯ Добрый день. Хотелось бы поделиться. Вчера наша группа ездила в Береговое, правильное название населенного пункта. И мы ездили фактически в лагерь Комарова. И хочу донести, рассказать о происходящем, того, что было увидено, запротоколировано, можно так сказать. Ну, конечно, просмотрев документы, которые представила инициативная группа, все основания есть для отмены данного незаконного решения, которое вынесло правительство Севастополя в лице Овсянникова. Что хочу отметить. Это в том числе для тех людей, которые не знают об этом. Пионерский лагерь существовал по указу Комарова. А я что сказал? Ну, лагерь Комарова. Комарова, да. Лагерь, который ранее принадлежал Севморзаводу. То есть он был создан по указу Сталлина, по личному распоряжению, как подарок севастопольцам, именно которые работали на этом заводе, для оздоровления детей и прочее. Лагерь, где земля была выйдена, за народные деньги было все построено. Конечно, это место красивое очень, очень уникальное. Уникальное своей природой. Море, сочетание горы, лес. В общем, природа удивительная и хорошая. Пионерский лагерь, это не пионерский лагерь. Лагерь работал длительное время, не прекращая, не останавливаясь, начиная с 1947 года, когда он там был. Вот. Последний год, уже сюда, когда пришла Российская Федерация, это 2014 год. В 2014 году работа еще осуществлялась. Было в детском лагере оздоровление. 1800 детей прошли оздоровление. Это по 2014 году. Вот. И база использовалась. И на 2015 год база была полностью готова к осуществлению приема детей, работы и прочее. Но, насколько я понимаю по документам, сначала меня его передал, непонятно, Крыму отдал, как будто эта территория не принадлежит Севастоподу. А затем было вернули обратно. И уже в 2017 году непосредственно Овсяников передал МВД по якобы указу президента Российской Федерации, что он лично подписал этот документ. Его, я его не видел, не знаю, но будем смотреть. Есть ли такой документ. В этом есть видеозапись, где Овсяников на заседании правительства говорит о том, что, значит, задает вопрос Зальмюрлину, на каком основании передали. Зальмюрлину отвечает, говорит, что передали на основании того, что МВД обратилась лично к президенту с формулировкой для оздоровления сирот, которые... Детей-сирот. Да, детей-сирот. Ну, я считаю... Сотрудников МВД. Совершенно верно. Которые погибли при исполнении. Мое мнение, я считаю, что что мешало, чтобы этот пионерский лагерь, этот лагерь существовал на протяжении... Там работал и 15-й, и 16-й, и 17-й. Вот он мертвый сейчас. И мало того, что, хочу сказать, побывав на нем, картина очень удручающая. То есть все, приходит негодность. Он уже уходит, там... Отрывается металл от него, там приходит запустение, высыхают деревья. То есть уже конкретно лагерь умирает. Вот. Хотя, те сотрудники, которые были там в 15-м году, они говорили, что в 15-м году на 90% лагерь был готов к приему детей. Вот. Также, что хочу сказать, что необходимо произвести какую-то тщательную проверку, в том числе юридическую, всех документов. И если будет основание того, что на отмены, что это незаконно было принято решение, то я считаю, что партия наша должна выходить с требованием вернуть лагерь в город. Вот примерно вкратце такая информация. Вы считаете, что юридически такое возможно? Я считаю, что вполне совершенно обоснованно можно подойти к этому вопросу и через судебном порядке вернуть лагерь в город. Но я имею в виду другую, как право. Что имею в виду? Я имею в виду, имел ли право овсяников передать. Ну, по тому видео, которое... Кто ему это право дал? Во всяком случае, это раз. Я сейчас... Я понимаю, да, почему. И во-вторых, ну, вот вы говорите, что овсяников взял по распоряжению Сталина, да, мы это знаем, я сам на заводе работал. Получается, овсяников выше Сталина, вы знаете, вот... Получается, что выше Сталина. Имел в виду вождя нашего, да, человека, которого весь мир боялся, и тут овсяников пришел и распоряжается имуществом города. Тут вопрос в другом. Земля принадлежит городу. Совершенно верно. Собственником этого лагеря был завод в свое время, Ажелинькинзе. Понятно, что когда развал Союза произошел, стали грабить Союз. Там, наверное, уже 10 собственников было или еще что-то. Ну да, там было Порошенко. То есть, да, этот лагерь в свое время, я так понимаю, Сергей Иванович его национализировал, да? Или вы не в курсе? Не было? Нет, национализации, по-моему, не было. Я не знаю, как это вообще было сделано. Может быть, не национализировано. Может быть, там, процедура по-любому. Там идут суды, это надо изучать еще один вопрос, потому что, насколько я знаю, там суды прошли, потом по новым открышим обстоятельствам еще раз. И, в общем, пока эта ситуация запутанная. То есть, мы приходим с вами к общему знаменателю о том, что все, что находится на территории города Севастополь, это собственность жителей города. Совершенно верно. Я согласен. Мы это обмороз обсуждали. Я так знаю, что когда мы беседовали с инициативной группой, там еще есть на территории памятника. Могила? Да. А это вообще, кстати, это просто уникальное. Я сам, к сожалению, моему стыду, я не знал о том, что там такое находится. Да, Данилевский, это, кажется, философ с мировым именем. И, фактически, это человек, который наравне с Пушкиным. Мало того, что это серьезный ученый. Второе, эта земля была лично его в собственности. У него была эта земля, купленная им. И когда уже совершилась революция в каком-то году, значит, его это имение забрали, хотя он там все это высадил и прочее, есть. Там где-то 50. Да. И есть непосредственно его родственники, фактически. И я не понимаю, вот, честно говоря, вот Митинский заявляет о том, что памятник к примирению ставим, да? Давайте тогда будем примиряться, тогда, начиная с 17-го года, начнем это примирение. Вернем то, что было забрано у людей, то получается какая-то хитрая такая игра. Мы тут памятник к примирению ставим, а получается человека, ну, коммунисты, фактически, закатали это все в асфальт когда-то, эту могилу. Вот, представляете, с человека с мировым именем могилу закатать в асфальт. Благо нашли, не знаю, там родственники подняли вот этот вопрос, помимо него в этой могиле захоронена была там и жена его, и еще родственники были, которые отпевались там вот в этом нашем знаменитом последней фаросской церкви. Вот, место уникальное просто. И, как заявила эта инициативная группа, которая с ними была, там они рассказали, что 6 декабря 2019 года там побывал сенатор нашего города Алтабаева вместе с мэром города Ялты. Возложили туда венок. Вот, об этом обо всем у меня есть как бы репортаж, снятый небольшой. И, что хочу сказать, что они возложили цветы, и якобы решение проблемы какое, что обдумывают еще на 22-й год, это будет 200-летие Танилевского, юбилей будет такой серьезный. И его, как бы, знают очень многие, причем его, оказывается, его пророчества, они до сих пор сбываются на удивление. То есть человек жил 200 лет назад, говорил о врагах России, о том, что сейчас происходит, о русском народе говорил. И сегодня получается, что такое забвение такому великому человеку и прочее, это, конечно, кощунство вообще. Я, в моем мнении, как гражданина Севастополя и как юриста о том, что этот объект, он должен оставаться за городом, а не отдавать такие объекты никто никогда не отдает в другие города, они не так, с барского в плеча. Это помните? Сюжет фильма, когда Иван Васильевич меняет профессию, когда шведский посол обращается к царю Ивану Грозному и говорит ему, Канскового, Канскового, а этот говорит, да забирай, что он просит, землю, да забирай. Он говорит, ты что ж, царская морда, казенные земли раздаешь. Фактически вот это примерно так происходит. То есть царская морда у нас сидят в правительстве, получается. Естественно, я считаю, что это преступление. Но пока как бы из того, что я знаю, там в правительстве на тот момент было 12 человек, а на заседании находилось 9 человек, а проголосовало 6 человек. Я смотрел эту видеозапись, там есть, где несколько человек в категоричной форме отказались. Да, Кривов, еще несколько человек отказались принимать, они прекрасно понимали, что это просто преступление. Я считаю, что это преступление против севастопольцев и конкретно против детей. Это фактически наших детей, наши дети, что ущербные, что их лишили этого места. Как это вообще, если мы одна семья, Россия, то это наша. Пожалуйста, хотите МВД, приезжайте к нам в гости, получите какой-то там, может быть, даже на безвозмездной основе там какое-то количество путевок для этих детей-северок. А это я считаю, что мое личное мнение, что это ширма для того, чтобы получить эту землю. Земли там 34, по-моему, гектара. Это достаточно для того, чтобы вообще создать еще один фактически лагерь такого уровня, как Артек. Есть инфраструктура, родниковая вода, климат уникальный. Там вот общались с врачом, она говорит, что дети-осматики, приезжающие в этот пионерский лагерь, они фактически, у них никаких приступов не было. То есть само место, оно дает возможность парафилактически, то есть люди не будут болеть, а это значит, будет расти здоровое поколение. Я когда посмотрел в те фильмы, которые сняли, они там, гимн пионера лагеря Комарова, и вообще вот та среда, которая там находилась, и вот те корпуса, бассейн, там, ну, нужно это все увидеть. Конечно, мы обязательно этот сюжет покажем и расскажем. Место уникальное, здоровское, я считаю, что наши дети обязательно должны в этом лагере оздоравливаться, и вот, может быть, и расширить этот лагерь, и даже хочу сказать, что там не такие нужны большие вложения для того, чтобы поднять этот лагерь сейчас. То есть это все реально, все есть, здания эти стоят, корпуса стоят, стоят там и кинотеатры есть летние, крытые уже сделали, причем его делали там, по-моему, даже в 2014-м еще году. Мое мнение такое, что тот капитализм, который у нас сейчас происходит, он режет все, то есть режет по-живому, то есть режет производство, режет там, и в конечном счете режет людей даже. В общем, получается так, что и вот то, что как бы слышали, я сначала думал, что вот эти обвинения, которые в интернете, наверное, слышали и видели, когда Чубайсу говорят о том, что, его слова, что те 30-40 миллионов, которые они писали в сырышную экономику, умрут. Ну типа, ну ничего страшного, на их место придут какие-то другие люди. Да не придут другие люди. То есть создает такая вся среда, что другие люди просто не придут. То есть сегодня уже людей рождается меньше, то есть уже не родятся такие Пушкины, не родятся, не родятся еще кто-то. То есть фактически уже это связано с генетикой людей и прочее, прочее. То есть будут, кто, будут, извините за выражение, приезжать арабы, будут к нам приезжать узбеки, и они будут у нас жить, и они будут с нашими женщинами, будут рожать новых детей, и все. Что это будет такое вообще? Я не, как бы, я русский человек, я считаю, что русская нация на сегодняшний день, она уже фактически вымирающая нация. Там поднимался вопрос, а скажите, какой, вы помните даже говорить, какой город сегодня может сказать, где находится столица русских людей? Никакого города, а столица русских. Ну да, где эта столица? Почему ее уже нет? Ну если уже условно, как бы, люди говорят, что Севастополь, это и есть столица русского мира хотя бы даже, да? Можно связать это с русской весной, с событиями русской весны, ведь именно Севастополь фактически поднял в Крыму движение, присоединение, фактически возвращение Крыма в Россию. По лагерям не связать, и мы по Кумырову переговорим все-таки лагеря. Если я правильно понимаю, но я тоже выскажу сравнение, мы уже обсуждали. То есть на сегодняшний день у нас получается социальная несправедливость. То есть в Управлении Министерства внутренних дел есть дети-сироты, в Севастополе детей-сирот нет. У нас детей нет, детей инвалидов нет. И вот если наш репортаж будет смотреть, знаете, что я даже предвижу, что будут обсуждать инопланетяне, космополиты, что мы тут сепаратисты, что вы должны своих детей. Ну насколько я помню, в Советском Союзе было где-то около 300 миллионов населения, 240, по-моему, да? И лагерь был за заводом, за севастопольским муж-заводом имени Ажерикиза. Всем всегда все хватало. А сегодня политика народа России, ну в основном извращенного народа, да, совершенно другая. Она отличается. То есть вы в Севастополе, как помните, да, приезжали сюда. Вы жили в Севастополе, хватит, дайте нам пожить теперь. Ну да, так говорят уже, в открытую говорят. Вы тут жировали. Ну в общем, я так понимаю, и мы с вами понимаем, что за свою землю наши прадеды боролись, ни одной пятни не отдавали врагам. А у нас тут приходят неизвестно какие личности, на один на два года и раздают свое имущество, которое принадлежит Севастопольскому. Я правильно понимаю, да? Ну конечно, еще вот то, что меня лично угнетает, этот лозунг, который государство с высоких трибун озвучивает, все лучшее детям. Каким детям? Давайте вот одних детей заберем, отдадим это другим детям. Так получается? Да, я хочу дополнить. То есть у нас сейчас ситуация с лагерем Камаруа. Получается такая же, как сейчас хотят сделать Байдарской долине лицей для элитных детей. То есть разделение уже идет между детьми. Поэтому я полностью, не только я, мы, партия наша все равно, полностью поддерживаем ваше предложение. Мы согласны с тем, что нужно возвращать всю собственность, которую у нас за этот период времени отобрали у города. Нужно, да, поэтажно, возвращать все. Значит, садиться и разговаривать. Если Министерство внутренних дел действительно заинтересовано в этом лагере, то почему мы не заинтересованы, почему мы просто так должны отдавать? Если они хотят взять этот лагерь, ну, Камарова, да, в себе, на свои нужды, для детей-сирот, пусть нам предоставляют в Сочи для наших, нам отдают собственность города, отдают в Сочи. В Сочи, где-то там еще... А равноценно все, да, все, хватит уже, равноценно. Ну, МВД, понятно, что МВД на силовой орган, который может, если мы сейчас начнем поднимать эти вопросы, давление может быть, но я предполагаю, но тем не менее, значит, мы подготовим письмо, сейчас на имя Колокольцева и на имя президента, о том, что нужно пересмотреть взаимоотношения и правильно будет вернуть собственность города для нужд наших детей севастопольских, которых, к сожалению, остается все меньше и меньше с 2014 года, для наших детей-инвалидов, для детей-сирот, и здоровых детей. Зачем мы будем? Одним одно надо, другим другое. Да, поэтому, да, мы согласны, и я готов, как председатель Совета партии, поддержать инициативу и направить в адрес Колокольцева и в адрес президента Российской Федерации предложение о том, чтобы было пересмотрено и вернуть, или же пересмотреть каким-то образом. Ну, опять же, вы знаете, мне непонятно, мы, не мы, а Овсяников, человек, который имел право этого делать, потому что ему никто не давал, севастопольцев такого права ему не давали. Не давали никто. Да, и вообще непонятно, народ для власти или власть для народа. Нет, то, что... На то, что мы для них... Грубо говоря, Овсяников накосячил это означает, это не единственное его... Ну, мне не хочу заострять на этом все эти внимания, извините, да. Давайте мы вернемся к нашему вопросу. Нам надо вернуть этот лагерь нашим детям и нашим округам. Конечно, и для будущих поколений. Да, если мы этого не сделаем, то вряд ли кто-то уже это сделает, потому что там уже будет вложено много частных средств, которые начнут требовать... Но сегодняшний день пока ничего не вложено. Да, я не сказал, что вложено, так будет вложено. Значит, ситуация еще такая получается. Значит, департамент имущественных отношений в лицах взглянули, на который ушел отсюда из города, набедовал тут отдельный вопрос. Все время нам считалось, что за землю надо платить. Да, дальше там у нас были сооружения, сети были, и мы взяли просто так... Ну, не мы, овсянников взял, просто так отдал, да. Значит, ну и надо, я думаю, что дополнительно к тому, что мы будем обращаться к президенту Российской Федерации и к колокольцу о том, чтобы нам вернули садик комаров, собственно, из города. Я думаю, что нужно будет отдельным вопросом поднять вопрос о привлечении овсяника к ответственности, проведении расследования и все имущество, которое он в Севастополе себе присвоил, не забернуть. Вернуть. И даже если закон, и мне хотя непонятно, об услуживающей, обученной, каким образом уже закона приобретать здесь имущество. Понимаете еще, что хочу сказать? С юридической точки зрения, да. У нас сложилось такое понятие, ну, у тех людей, кому там 30-40 лет, что государство это... Чиновники. Нет, 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 я не об этом хочу сказать. Государство, оно знает, как распоряжаться собственностью, как более эффективно это все проводить, того прочее. Поэтому вот лично я даже как юрист, я не задавался вопросом. Кстати, вот этот вот именно подписанный приказ по этому самому, он был засекречен, его не выставляли на сайтах правительственных, его не используются, там не было. Вы не удивили. Нет, я просто что хочу сказать, что получается так, что, ну, грубо говоря, мягко выражаю, вороватый чиновник приходит, да, и он смотрит не на то, чтобы наладить жизнь в городе, тому прочее, создать что-то, построить, улучшить что-то, а он смотрит только на одно, как набить свой карман, блин, и как чьи-то, эти самые, починка звонкам, удовлетворить чьи-то интересы. Конечно, конечно, с самого хозяина. Да, но это же не секрет, я думаю, что и Павлову пришлось, наверное, по этой причине уйти. Скажите, вот такой вопрос. Мы, у нас с вами отношения и мнения к Мединскому совпадают. Совпадают абсолютно. Да, просто вот, чтобы было понятно, для нас Мединский – это представитель ИГИЛа, да? Я правильно понимаю? Для меня даже хуже. Это лицемер просто и все. Вот, который уничтожает культурно-историческое наследие в городе Севастополь. А у нас получается, что Данилевский – это культурно-историческое наследие, наше. А так в том-то и дело его не внесли. Это наше. И если мы этот вопрос поднимем перед сейчас Министерством культуры, чтобы как-то узаконить и мероприятия принять, у меня лично есть основания, что товарищ министр, ну, товарищ в кавычках культуры Мединский, как бы это мы не оказали медвежью услугу еще. В чем? А в том, что эту землю возьмет Министерство культуры и начнет выделять из границ и территории лагеря. А потом они там будут свое кино крутить. Ну, как у нас в городе происходит, да? То есть, да, вот у нас получается, что его подразделение всех наследий заставляет всех смертных делать историческую экспертизу, да? А по Большой Морской, почему бы эту экспертизу вообще не делать? У нас Большая Морская – это исторический центр города, да? Ну, конечно. И вы даже смеетесь, и мы смеемся, мы великолепно понимаем, что происходит, за всю Россию мы с вами не можем сказать, но, во всяком случае, мы понимаем, что происходит в Севастополе, да? Вот. Слух многим не нравится, когда мы об этом говорим. Тогда об этом надо слух говорить? Кому? Как кому? Людям, гражданам, потому что некоторые люди, я с ними общался, да? Они не понимают, они говорят, что вы говорите такое? Вот поезд нам пустили, мост нам построили, сейчас эти пашки сверху строят, все так здорово. Извините, в Освенцуме тоже были асфальтированные дороги. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ